Образ Богоматери в искусстве занимает особенное место. К ней обращаются с молитвой в минуты радости и отчаяния, как обращались сотни лет назад. Образ Богоматери в любом исполнении наполнен любовью, милосердием, которые чувствует каждый стоящий перед ним. И не имеет значения, верующий зритель или нет. В этом зале 60 произведений искусства из частной коллекции. 30 лет коллекционер собирал образы в России и на мировых аукционах. Выставка интересна, прежде всего, сравнением разных направлений в религиозном искусстве. Это русская икона, которая ведет свое начало от Византии, от византийской иконы. И католические образы Богоматери, связанные, прежде всего, с традициями эпохи Возрождения, с таким реалистическим началом. И зритель, который придет в музей наслаждаться этими произведениями, увидит, насколько расходятся традиции двух направлений, двух регионов. Это католицизм и православие. У каждого образа есть свое название. Кроме того, иконы разделяются на типы. К одному типу может относиться несколько сотен образов. Три основных типа – Аранта, Богоматерь Знамения, Адигитрия, Путеводительница, Елеуса, Умиления. Есть определенные правила написания каждого типа. Различия в положении рук Богоматери, расположении Христа относительно нее на полотне и другие. На выставке зритель может познакомиться с шедеврами мировой культуры. Это целое событие для всего города. Вы знаете, это очень редко бывает. Уровни выставок в художественном музее всегда очень высокие. Но то, что мы сейчас видим вот на этой выставке, это уникальный уровень. То есть его вот как можно больше людей сюда привлекать. Просто даже вот когда выставки, открытие пройдет, просто постоять здесь, здесь даже энергетика изменилась. Я очень рада за город и за музей. Открытие выставки дало старт мероприятиям, приуроченным к празднованию 110-летия со дня основания музея. Это уникальное событие для региона и не только для нашего. Шедевры мировой культуры в таком количестве в одном зале – это уровень Третьяковки, Эрмитажа, Лувра. Это потрясающий проект, это подарок вообще рязанской общественности, кто хоть что-то соображает в изобразительном искусстве. Здесь все, здесь самый высший класс и в иконографии, и в академической иконографии. И даже здесь есть западноевропейская икона. Так что просто надо это смотреть всем, особенно детям. Может быть, это трудно заметить простому зрителю, но здесь высший класс – это очень большой уровень и художественный, и интеллектуальный. Сколько любви льется от образа Матери Божьей, ведь написаны они не случайно. Люди обращались к ним и получали просимое в самых разных обстоятельствах. Выставку уже увидели в Коломне и Ногинске в прошлом году. В Рязани экспозиция будет работать до 23 апреля.